Приветствую, друзья! Я Виталий Портников. По информации агентства Bloomberg, Индия стала второй страной после Китайской Народной Республики, поставляющей запрещенные технологии в Российскую Федерацию и таким образом помогающая Москве обходить западные санкции. Причем, что интересно, экспорт этих запрещенных технологий возрастает с каждым месяцем 2024 года. В июле, например, он вырос практически в два раза по сравнению с весенними месяцами. Может, разумеется, возникнуть вопрос, почему после недавнего визита премьер-министра Индии Нарендре Моди в украинскую столицу, после того, как Нарендре Моди заявил на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским о том, что Индия нейтральна, но не нейтральна к войне, Индия, тем не менее, продолжает предпринимать энергичные шаги по помощи российской экономики. А потому что в Нью-Дели никогда не отрицали своих особых отношений с Российской Федерацией. В конце концов, сразу же после того, как Нарендра Моди был переизбран премьер-министром Индии на следующий срок, он первым делом посетил не Вашингтон и не Киев, а Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Разумеется, индийскому премьер-министру не может понравиться момент, когда в день его пребывания в российской столице Москва устраивает обстрел детской больницы в Киеве. Но тем не менее, это вряд ли может помешать тем интересам, которые Индия пытается соблюдать в своих взаимоотношениях с Российской Федерацией. И прежде всего, эти интересы касаются и стремления продолжать военные закупки у России, и стремления балансировать в непростом треугольнике Пекин-Москва-Нью-Дель. Треугольники, где в Индии испытывают серьезное беспокойство в связи с возрастанием китайского влияния в Индотехокеанском регионе, и опасаются нового уровня стратегического партнерства между Китаем и Российской Федерацией. Партнерство, которое может угрожать уже самой Индии. От Китая, как мы видим, Индия пытается защититься разными способами. С одной стороны, это стратегическое партнерство с Соединенными Штатами. И стремление продемонстрировать Китаю, что Индия готова занимать свое место в новых оборонных союзах, которые Соединенные Штаты инициируют в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А с другой стороны, это стратегическое партнерство с Российской Федерацией. И демонстрация Пекину того факта, что в Нью-Дели не собираются отказываться от отношений с Москвой. Более того, собираются конкурировать за роль страны, которая оказывает России поддержку в стремлении руководства Российской Федерации избежать последствий западных санкций. Ну а для России это дополнительная возможность милитаризации собственной экономики и продолжение войны с Украиной. Стоит напомнить, что именно благодаря Китаю и Индии Россия, пусть со скидкой, но может реализовывать свою нефть и таким образом сохранять тот необходимый финансовый уровень, который позволяет президенту Российской Федерации Владимиру Путину рассчитывать, что его страна не просто выстоит в многолетней войне на истощение с Украины, но и добьется тех целей, которые Путин поставил перед своей страной еще в феврале 2022 года, когда вопрос ликвидации соседнего государства стал главным вопросом российской внешней политики. Украинское руководство, между тем, продолжает рассчитывать на понимание стран глобального юга. И, пожалуй, именно эта ставка демонстрирует очевидную неготовность Украины признать тот факт, что страны глобального юга, прежде всего Китай и Индия, имеют интересы совершенно отличные от интересов стран цивилизованного мира, от интересов Запада. Что интересы Пекина и Нью-Дели базируются не на ценностях, а на вопросах усиления собственного регионального влияния. А в случае с Индией это еще и стремление избежать конфликта с самим Китаем и избежать роста китайского геополитического влияния, что требует взаимопонимания и с Вашингтоном, и с Москвой. Когда же в Киеве и в западных столицах пытаются во взаимоотношениях с Индией апеллировать прежде всего к вопросам нарушения Москвой и международного права, то это вряд ли вызывает какое-либо серьезное сочувствие в Нью-Дели. В конце концов, Индия живет с кашмирской проблемой, то есть с вопросом территориальных сложностей, которые существуют у нее с соседним Пакистаном, уже многие десятилетия. Индия содействовала по возглашению независимости Бангладеш, то есть фактическому расколу Пакистана на два самостоятельных государства. Индия находится в серьезном территориальном конфликте с Китайской Народной Республикой, но из-за территории аннексированного Китаем Тибета. Причем эту аннексию независимого государства Индия признала только после того, как сам Китай признал аннексию Сикима, который был присоединен к Индии примерно по тому же сценарию, по которому Владимир Путин присоединил к Российской Федерации Крым. И когда украинские дипломаты описывают своим индийским собеседникам то, как происходила та или иная российская аннексия на украинской земле, они могут столкнуться разве что со снисходительной улыбкой своих собеседников в Нью-Дели, которые проделывали подобные операции задолго до того, как Владимир Путин вообще занялся политической деятельностью в России, тогда, когда еще существовал Советский Союз. Поэтому понятно, что апеллировать к ценностям международного права, которые стали важным моментом существования исключительно европейского континента на несколько послевоенных десятилетий, это не понимать того, как относятся к международной политике страны глобального юга. Не понимать, что на первом плане для этих государств прежде всего собственные интересы и возможности, а потом уже некие абстрактные вопросы, которые стали важны для Запада прежде всего на руинах Второй мировой войны, сокрушившей Европу. Так или иначе, к тому, что Китай и Индия будут продолжать поддерживать Российскую Федерацию и делать все возможное, чтобы Россия избежала последствий западных санкций и могла продолжать действовать так, как того хочется Кремлю, к этому нужно относиться как к свершившемуся факту. И думать о том, какие могут рычаги воздействия на эти государства? Именно на Индию и Китай, а не просто на Российскую Федерацию. Потому что пока существует экономика стран глобального юга, не считающиеся западными санкциями, и пока сам Запад продолжает сотрудничать с такими государствами, как Китай и Индия, режим Владимира Путина оказывается практически неуязвим для усилий Соединенных Штатов и Европейского Союза. А сами западные страны, как уже неоднократно приходилось объяснять, находятся в неком заколдованном кругу. Когда они, с одной стороны, хотят с помощью собственных санкций добиться уменьшения агрессивных амбиций таких государств, как Россия и Иран, а с другой стороны, плодотворно сотрудничают с Китаем и Индией, которые помогают этим же государствам преодолеть последствия западных санкций. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на мои социальные сети, на каналы в Патреоне, Баймеку и Федонателло, которые помогают развивать эти ресурсы, пользуются функцией и спонсорство в самом Ютьюбе. Мир вам!